Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Клесниченко, я программист компании BI Consult. Сегодня мы с вами будем выполнять винные задания марафона по кликсенсу от Data Yoga. И это будут задания седьмого дня. Мы видим, что у нас открыто приложение, где нет ни одного листа. Ну и начнем мы с того, что мы будем изучать вообще, какие данные существуют в этом приложении. Мы открываем модель данных. И видим, что у нас есть вот такая замечательная табличка. С набором значений. Если нам непонятно, что вообще означает каждый из этих полей, мы открываем предварительный просмотр. И видим, что винтаж это какое-то такое поле, которое означает дату. Некоторые поля, например, из раздела County у нас не заполнены и так далее. Изучение этих полей, конечно же, категорически необходимо нам для того, чтобы построить нашу диаграмму. Переходим к построению диаграмм. Создаем новый лист. Назовем его лист номер один. Выполняем задание. Первый будем дегустировать линейную диаграмму. Построим динамику средней оценки винт по году винтажа. В каком году средняя оценка была самой низкой. Выбираем диаграмму. Линейная. И сделаем. Хотя начнем с того, что она будет недлинной. В качестве... Так как у нас задание, в принципе, тема это динамические ряды, мы, во всяком случае, в первых двух заданиях будем применять динамические ряды. Поэтому в качестве измерения у нас пойдет дата. А в качестве меры у нас пойдет среднее значение оценки. Points. Points. Average. Мы видим, что здесь вот такая вот длинная мини-диаграмма. На самом деле это не мини-диаграмма, это продолжение имеющейся. Вот так растягиваем ее. И видим, что у нас получается немножко другое. На что хочется обратить ваше внимание, когда вы смотрите на эту диаграмму. Вы увидите, что динамический ряд здесь идет от меньшего к большему. Вот, например, из 1 января 16-го, 1 января 15-го и так далее. Но обратите внимание, в конце периода разделитель в дате стоит точками, а в начале слэшами. То есть косой чертой. Это может принести нам некоторые проблемы, да. Ну, как минимум, такие, что ClickSense будет обрабатывать только один из вариантов даты. Чтобы вообще понять, какие даты будет обрабатывать наша программа, мы заходим в редактор загрузки данных и ищем, что у нас тут сказано про даты. Вот у нас есть на седьмой строке Date Format, и он стоит с точкой. Да, соответственно, формат, который будет через слэш, нам, ну, ребята из Data Yoga готовят нас к условиям, приближенным к боевым, да, грязным данным, которые нужно приводить в нормальный вид. Вот. Ох! Что-то я зря нажала кнопочку. Возвращаемся в наше приложение. Да? Так. Ну, обращаю ваше внимание, период у нас идет с 21 года по 26 год. По-хорошему, да, нам надо бы убрать вот этот вот все растянутый период, да, и указать только один год, потому что везде дата у нас 1 января. Все вам скажут, что нужно применять функцию Year, да, и тогда из этой даты у нас возьмется только год. Но мы видим, что у нас возникла проблема, да, из-за того, что грязные данные. У нас данные, там, с 1821 по 1872 исчезли, и это проблема. Поэтому, и, собственно говоря, она обусловлена тем, что применены разные разделители. Поэтому мы будем использовать... Ну, не только... Вот, да. Ребята из даты йоги применяют условия. Да? Вот мы пишем функцию. Функцию. Условия. Вот мы пишем условия. Если применение функции Year к полю винтаж не нулевое, не нул, не пустое значение, то тогда мы обрабатываем поле как год. В противном случае мы используем функцию SubField. Функция SubField нам позволяет брать из нашей длинной даты только то, что нам надо. Мы ему говорим... Первое условие. Мы ему говорим, откуда мы берем... Мы берем часть... Часть поля из винтаж. То поле, где разделителем является слэш. И берем мы третью часть. То есть... От третьей до четвертой. А если четвертой есть. Мы видим... Я сейчас напишу, да. Например, у нас есть первое... Января... Там... 2016 года. Мы увидим, что первая часть от нулевого применения слэша до первого применения слэша это 0,1. Вторая часть, да, если бы мы написали двойку в конце этого выражения. Вторая часть. Это между первым и вторым делимитером. И третья часть... То есть делимитер это разделитель. И третья часть это то, что идет после второго разделителя. Сейчас посмотрим. Уху! Я забыла одну скобку правую. Ну вот мы видим, что к нам вернулся 21-й год, да. Так. Ну, во-первых, мы метку... Извиняем. Что мы еще делаем? А, мы добавляем у нас здесь... Нужно добавить подписи по годам, да. Мы идем в раздел вид общая. Мы идем в вид представления и выбираем показать точки диаграммы. И жмем галочку... Жмем переключатель на показать метки значений. Так. Ну, можем считать, что мы справились с первой задачей. Нет, мы, пожалуй, назовем эту диаграмму. Динамика средней оценки ВИН. Так, здесь у нас год, а здесь будет средняя оценка. Чтобы она везде была одинаковой, мы даже выберем вот так вот формат чисел. Вопрос, который у нас стоял по первой задаче. В каком году средняя оценка была самой низкой? Ну, мы видим, что это оценка... Готово. Это оценка 85 в 1872 году. Так, переходим ко второму заданию. Перейдем к линейному графику с заливкой области. В качестве меры возьмем заранее рассчитанную в приложении Мастер меру средней оценкой, а в качестве измерения год винтажа. Какая была самая высокая и самая низкая цена в 90-е годы? Копируем выражение года, да, для удобства. Выбираем линейный график. В качестве измерения у нас тоже идет год. В качестве меры у нас идет средняя цена. Мера уже существующая. И нам необходимо придать вид вот такой вот, с залитыми областями. Ну, а также стандартно мы добавляем... Мы добавляем метки. Перейдем к третьему заданию. Для этого создадим новый лист. Задание звучит так. Завершим работу с датасетом построением комбинированной диаграммы по сорту винограда. Мы выбираем первым делом комбинированную диаграмму. Вот она у нас будет вот такая. И сорт винограда добавляем, да, в качестве измерения. Это у нас Variety идет. Первой мерой будет выступать количество вин. Мы их выбираем по названиям. А второй мерой у нас будет выходить средняя цена. Вот она у нас тут есть. И это замечательно. Отсортируем полученную диаграмму по количеству вин. Сортировка по количеству вин. И ограничим первыми 30 сортами. Значит, если мы занимаемся сортами, да, давайте обозначим это как сорт. Включим ограничение. Фиксированное число 30 самых популярных сортов. И не включаем другие. Снимаем галочку. Будет выглядеть вот так. Так, давайте добавим, чтобы у нас были цифры, отображались. Мы зайдем в вид. Представление. Включим метки и точки диаграммы. А метки полосы, наверное, лучше выключим. Оставим. Так, данные мы как подпишем? Мы зайдем в меры. Так, это у нас будет число вин. Это будет автоматическое. Так, и то же самое мы сделаем и со второй нашей мерой. Средняя цена. Она у нас тоже будет числом. Без знаков после запятой. Так. Отвечаем на вопросы. Какова средняя цена вин сорта? Реслинг. Готово. Так, товарищи, прошу прощения. Может быть, я как-то неправильно произнесу название вин. Я не употребляю алкоголь. Как-то так вышло. Поэтому с винами не особо дружу. А вот здесь вот находится данная марка. Средняя цена у нас 34 доллара, скорее всего. Какие сорта южноафриканских вин более часто встречались в датасете? Ну, нам для этого нужно добавить фильтр по стране. Так. Так, не каунти, а кантри. Готово. Выбираем страну. У нас должна быть Южная Африка. Сауэс Африка. Вот она. Самые чаще всего в датасете встречались такие сорта, как Чинин Блэнк и Савиньон Блэнк. По 39 раз они встречались. Ну, собственно говоря, вот так. Мы выполнили наше винное задание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok